Девушки отдыхают В станице Суворовской предгорного округа отремонтируют мост. Такое поручение дал губернатор Владимир Владимиров к главе округа Николая Бондаренко во время рабочей встречи. Как прозвучала реконструкция, начнется в ближайшее время. Вопрос отработан, закуплены полностью материалы, сварен каркас. Как только уровень воды в гуме опустится, чтобы мы могли приступить, в течение двух недель мы этот вопрос решим. Говорили и о ремонте дорог в округе. По словам Николая Бондаренко, уже подготовили проект на сметную документацию по 46 участкам на общую сумму 500 миллионов рублей. Среди первостепенных задач реконструкция дорожного полотна в поселке Железноводском и ближайших хуторах. Ставропольские выпускники попрощаются со школой с учетом строгих санитарных требований. Как изменится порядок выдачи аттестатов, рассказал министр образования региона Евгений Козюра. Он отметил, что в крае отменили массовые мероприятия, а значит и единый выпускной бал не состоится. Тем не менее, в школах пройдут небольшие торжественные церемонии. В них не должно участвовать больше 50 человек. Обязательно носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Возможно, в каких-то школах пройдет несколько церемоний для каждого класса отдельно. Такой опыт мы имеем. Мы проводили у нас начало учебного года. Первый звонок мы, последний звонок провели в соответствии с данными требованиями. Поэтому такой опыт уже у нас есть. Соответственно, еще одно требование. Социальная дистанция не менее полутора метров. И площадь или территория, на которой будет проходить данное мероприятие, нужно будет за сутки обработать соответственно 7 дистриц. Но при этом все участники должны быть со средствами индивидуальной защиты, включая и родителей, и педагогов, и наших детей. Таким образом, мы сможем себя защитить от угрозы коронавирусной инфекции. В Курском округе в этом году планируют отремонтировать участок трассы Новопаловск-Курская-Моздок. На объекте проложат два слоя асфальтобетона, выравнивающие основной, а обочины укрепят песчаногравийной смесью. При службе регионального Миндора отметили, что на отрезке также установят знаки и нанесут свежую разметку. Работы проходят в рамках краевой госпрограммы развития транспортной системы. В Невиномыске продолжается благоустройство спера на улице Маяковского. Как сообщили в региональном Миндоре, сейчас специалисты создают пешеходные дорожки, устанавливают лавочки, урны и фонари. Впереди обустройство спортивной и детской площадок. Территорию приводят в порядок под эгидой программы формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Жилье и городская среда». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова